Новые министры и новые подходы Владимир Васильев представил коллективам, руководителей сельскохозяйственной и лесной отраслей. О новых законах, методах и путях развития Дагестана мы поговорили с главой региона накануне. Интервью с руководителем республики смотрите в нашей программе. У спирдагестанских врачей уникальную операцию провели малышу еще до рождения. Курбан Байрам на подходе. Что нужно знать и как готовиться к празднику? Здравствуйте! Это итоги недели на канале ННТ. И я, Мурат Ахмедов. На неделе Владимир Васильев представил нового министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана коллективу ведомства. Напомним, Абзагир Гусейнов является победителем кадрового конкурса «Мой Дагестан» и финалистом всероссийского кадрового конкурса «Лидера России». Новый министр поблагодарил главу Дагестана за оказанное доверие и возможность послужить одной из самых сложных отраслей, заверив, что заданный темп работы будет усилен. При этом глава региона поблагодарил за проделанную работу вице-премьера правительства Абдулмуслима Абдулмуслимова, который ранее занимал также и должность министра. И отметил, что под его руководством было сделано многое. Министерство работает хорошо, я это отмечаю. Я не буду вдаваться в детали, я думаю, что вы хорошо их сами знаете. Но я тоже знакомился с результатами работы и в динамике прошлых лет, и в современном, в сегодняшнем полугодии. Практически, по всем показателям, я смотрю, динамика положительная. Это очень хорошо. Я хочу воспользоваться случаем, всех поблагодарить. Спасибо. В этот же день главой республики был представлен исполняющий обязанности председателя комитета по лесному хозяйству. Указан о значении Вагаба Абдулхамидова Владимир Васильев подписал накануне. Долгое время Абдулхамидов проработал заместителем руководителя Центрального лесхоза Московской области. Спасибо за оказанное доверие. Это для меня на самом деле большая честь вернуться в республику. В республику, которая меня воспитала, которая меня выросла. И я опираюсь на те кадры, которые есть. Надеюсь, что мы справимся со всеми проблемами, которые есть в лесном хозяйстве. И будем решать все задачи, которые нам будет ставить правительство и вы, как глава республики. Мастер-план Дербента рассматривали на заседании Общественного совета открытого международного конкурса. Как будет выглядеть древний город и кто будет заниматься разработкой плана, обсуждали представители власти и общественности республики. В этом конкурсе мы получили возможность собрать мнение и получить оценку от тех людей, которые представляют сегодня жителей городского округа Дербент. Тех, кто, собственно, принимает решение каждый день о том, как жить в нашем городе. Отметим, прием заявок на участие в конкурсе уже завершен. Несмотря на всю сложность задач, он вызвал активный отклик у архитекторов во многих странах мира. На конкурс зарегистрировали 144 претендента, представляющие компании 31 страны. Среди участников сейчас представлены компании из 10 стран. Костяк составили команды из России, их 45. Число зарубежных экспертов – почти треть от общего количества участников. Жюри под председательством главы Дагестана Владимира Васильева определила трех финалистов, которые продолжат участвовать во втором этапе конкурса и создадут свою концепцию развития города. Очень много интересного. Настолько много, что сразу даже не все можешь воспринять. Настолько это интересно. Ну а для меня важно еще что? Потому что сейчас очень много проблем. И вот мэр города встретился с этим. Все, кто работает с ним, тоже. И они здесь, в Дербенте, особенно сложны в решении, потому что это колыбель цивилизации. Это объект охраны ЮНЕСКО. И здесь каждое движение должно быть оценивано, взвешено, чтобы не разрушено, как мир. Поэтому здесь очень все затратно. Если было строить с листа, все было бы в разы проще, чисто. И это вот предстоит решение. Неделю назад республика отметила главный свой праздник – День Конституции, основного закона страны гор. О законности в реальной жизни и режиме наибольшего благоприятствования для тех, кто живет по закону. Накануне мы поговорили с руководителем республики Владимиром Васильевым. Глава Дагестана поделился своими мыслями по поводу высказанных идей, вызвавших широкое общественное обсуждение, и своим видением будущего Дагестана. Владимир Абдулевич, добрый день. Одним из самых масштабных событий этого года стал Петербургский экономический форум. Вы там сделали такие знаковые заявления, сказали, что законы у нас не все, конечно, но многие написаны для воров и коррупционеров. Что делается сейчас для того, чтобы эту ситуацию изменить, в частности, в законодательном плане? Ваше видение? Я знаю, что в Дагестане уже благодаря вам инициированы меры по поддержке виноградарей, принят на федеральном уровне закон. По поводу поддержки виноградарей спасибо большое нашим коллегам, депутатам, членам Совета Федерации. Это очень нужный закон, который меняет серьезно правила, когда тот, кто производит качественную продукцию, получает преимущество. Его непросто. Мы проводили, и я убежден, что он будет работать и будет эффективен, особенно для тех, кто работает, в первую очередь, виноградарей, виноделов, всех тех, кто связан с этим производством в нашей республике. А их немало. Для нас это очень важно. Но я бы хотел сейчас ответить на ваш вопрос. Знаю, что мое заявление вызвало множество толков и оценок. Я говорил о следующем. Я просто, как, наверное, мало кто сегодня, кроме моих коллег, могу судить о том, в какое время, допустим, формировалось законодательное поле для возникновения, а потом уже применения, статьи 210. Это статья, которая предполагает ответственность за создание преступного сообщества. Вдумайтесь в состав. Само создание преступного сообщества, участие в нем. Без этого мы бы не победили организованную преступность. Я был одним из тех, кто готовил эту статью, участвовал в ее подготовке, тогда работая в МВД. Это очень помогло. Кстати говоря, мы тогда брали аналоги в основном из рубежа, в том числе из Соединенных Штатов Америки, которые, как вы знаете, по истории прошли такой период борьбы с гангстеризмом, который, в общем-то, вполне сопоставим то, что мы имели в то время. Тогда мало кто сейчас вспоминает, и только по фильмам видят, какие были разборки в крупнейших городах Америки между гангстерами и полицейскими. Все это было. И коррупция была за предель. Все это было. Но они избавились от этого. И вот они теперь имеют то, что имеют. Нам это тоже предстояло. Ну а для того, чтобы решать эти вопросы, еще нужно было ряд задач решений. И тогда появилась вот так называемая простонародие, сделка с правосудиями. Я помню, как она не просто шла. Я тогда работал уже в Думе, в Комитете по безопасности. Мой коллега, сам пришедший из бизнеса, активно этим занимался. Мы приглашали, и он в частности, приглашали из-за рубежа сенаторов, специалистов, прокуроров, экспертов. Они рассказывали нам, как принимался этот закон. Ну вот вздумайтесь на минуту. Преступное сообщество, в котором есть такое понятие омерто, молчание. И куда войти можно, а выйти нельзя. Могут только вынести. Поэтому там говорить против шефа, против босса, это смерти подобно. Но надо же получать показания. Потому что сами организаторы не совершают преступления. Они организуют их. Это делают конкретные люди. И вот это был такой граневый период. И тогда принимался этот закон. Я сейчас смотрю на это и вижу, что, допустим, когда за преступное сообщество привлекается к ответственности человек, который работал даже в какой-то там системе, в министерстве, в главке, в ведомости, который создал действительно напоминающую во всем, юридически, формально, вот это вот преступное сообщество. Да, он его создал. Но я не считаю это правильным сегодня. Сегодня надо пересматривать эти вещи. И, допустим, та же сделка с правосудиями. Ну, по-простонародному. Значит, если дается показания, но если это дается в отношении того, кто рискует своей жизнью, помогает следствию, прокуратуре, суду доказывать вину преступного сообщества, в котором мы просто на крови построены, на смертях. А когда это какой-то крупный руководитель использует свое служебное положение, всех своих подчиненных построил, и это тоже формулируется как преступное сообщество, я здесь вижу большую разницу. Это тема, которая требует осмысления и в обществе, и среди правоведов, и, самое главное, наложения практики. Но я думаю, что время пришло. И я вот здесь, может быть, больше других чувствую и ответственность за это. Потому что это было хорошо в те годы. И сейчас я слышу, вижу, как бизнес начинает выходить, он хочет занять свое место. Кстати, вот у нас буквально недавно была встреча, на которой более 60 управляющих бензоколонками, по сути, заявили о том, что они теперь платят налоги, перешли на безналичный расчет и заключили трудовые соглашения с теми, кто работает на них. За год это огромный результат. И мы теперь должны менять подход. И я рад, что меня поддерживают и понимают, мы это сделаем. Мы должны создать режим наибольшего благоприятства для тех, кто вышел из тени. И отделить их от тех, кто остается в тени. Вот по тем, да, проверки. А тем, кто вышел, кто сегодня материально, формально подтверждает это, каждый раз уплачивая налоги, заключая трудовые договора с работающими, имея достаточно высокую заработную плату и уплачивающие налоги. Они должны быть в режиме наибольшего благоприятства. Если мы сейчас создаем это, я здесь это прекрасно понимаю, как глава, то мы делаем мощнейшие условия для рывка в экономике. — Некоторые автозаправочные сети почти в 10 раз увеличили платежи в бюджет. — Вы следите. — А потенциалисты говорят? — И причем, заметьте, это же ведь даже без устрашения и принуждений. Ну да, понятно, в целом тут, как говорится, работа ведется, и все понимают, что безнаказанно брать деньги из бюджета не получится, что налоги надо платить. Это так. Но мы видим по направлениям, люди готовы это делать. И мы должны оправдать ожидания этих людей, создать им условия. То есть человек, который честно делает свою работу, соблюдает закон, должен быть защищен от излишнего контроля. Главный результат — оплата налогов, безналичные расчеты, а это контролирует все. Ну и плюс проверки, которые показывают, что все, кто работает, работают по заключенным договорам. Вот мы сейчас это делаем, мы будем это делать. Пока нет закона такого. Нет. Но надо к этому идти. И тогда мы будем менять ситуацию в обществе. То, чего люди-то и ждут. В одном из интервью вы назвали страшные цифры. Неправомерно полученный доход только в медицинской сфере составил 9 миллиардов, благодаря картельным сговорам. В дорожной отрасли — 18 миллиардов. Только на одном завышении цены моста удалось экономить 500 миллионов. Куда пойдут эти деньги, которые изъяты из незаконного оборота? Удается их уже пустить на развитие? Да, вот у меня сейчас на стене висит карта Дагестана, на которую я попросил, и вот здесь это отражено, миллиард семьсот — это водопроводы. В этом году миллиард семьсот пойдут на водопроводы. Мы сейчас будем приглашать общественные палаты, я пользуюсь случаем, хочу их поблагодарить за это. У нас есть огромнейшая возможность использовать общественный контроль. У нас есть множество общественных организаций, у нас очень много активных людей, которые готовы принять в этом участие, и мы на них очень рассчитываем. Почему? Потому что вот там эти водопроводы, это же не просто водопроводы, это водопроводы, которые когда-то начаты и брошены, перестали финансировать. Мы сейчас выделили огромнейшую сумму, миллиард семьсот на них. Плюс там еще есть по финансированию, по линии чистая вода тоже дополнительно, по линии медсельхоза, это тоже большие деньги. Но главное вот эти, наши бюджетные. И, конечно, мы сейчас заинтересованы, чтобы все эти деньги закончились тем, чтобы осенью люди получили воду в больших количествах и качественных. На каком количестве людей идет речь? Около пятисот тысяч людей должны почувствовать улучшение. Но у нас большая тревога. Почему? Потому что когда мы вот эти деньги в каком-то смысле выковыривали на уровне нашем, вот здесь, республиканском, так, чтобы их никто не использовал ни по назначению, ни функционально, то мы сумели их сэкономить. Вот эти деньги пришли сейчас в наши районы. Но для нас сейчас очень сложная задача проследить, чтобы эти деньги дошли и превратились в водопроводы, и в виде воды пришли к нашим пятистам тысячам жителей. Это проверка и нас тоже, на эффективность. Поэтому вот каждый мой разговор с главными районами, сегодня тоже не исключение, начинается и заканчивается с этого. И мы сейчас будем работать и с общественными палатами, с депутатами, с общественными организациями. Будем вывешивать на местах прям вот такие указатели, что вот ведется водопровод от такого населенного пункта туда. И он позволит сделать то. А контроль осуществляет кто? Общественная палата, номер телефона, депутат, значит, подрядчик, который ведет эти работы. Чтобы у нас была связь. Вот та самая связь, когда люди начинают контролировать, как работает власть и как работают те, кто должны реализовывать вот эти проекты, сформированные властью. Мне кажется, это очень важно, потому что тогда у нас появляется вот это состояние, которое мне нравится очень это высказывание древнее, что народ — это единое множество людей. И когда мы объединяемся с тем, чтобы у нас была чистая вода в достаточном количестве, это нас объединяет. И мы можем в этом процессе опираться на тех, кто этого хочет. Это общественно полезная цель. И здесь общество может себя найти. Ну и также по другим направлениям. У нас, допустим, дороги более 700 миллионов мы выделили. Практически весь транспортный налог мы отдали в районы. Теперь очень важно, чтобы эти дороги были в реальности. И качественные в реальности. И кто их лучше контролирует? Сами же жители, которым эти дороги сделают более комфортной жизнь. Ну и вот так по другим направлениям тоже соответственно. Дефицит кадров — одна из главных проблем в Дагестане. В связи с этим вам пришлось пригласить очень многих специалистов извне. Но многие видят в этом не только укрепление кадрового потенциала и определенное недоверие к дагестанцам. Как бы вы могли это прокомментировать? Для того, чтобы догонять, нужно ориентироваться на тех, кто уже впереди. Ну так в спорте. Дагестанцы спортсмены, все хорошо меня, я думаю, поймут. И когда мне поставили задачу способствовать улучшению ситуации в нашей республике, создавать условия для этого, я хорошо понимал, что зачищая коррумпированное руководство, а это было необходимо сделать, теперь уже ясно становится это. И вот эти суммы, о которых вы говорите, без этого ничего не получилось. Сожалеем. Это пришлось применить. Но нужны были другие люди, которые будут реализовывать ровно вот эти проекты. И для того, чтобы они пришли, пришлось тут серьезно поработать. И я очень признателен администрации президента, которая помогла и, по сути, провела, организовала проект «Мой Дагестан», который на входе сумел рассмотреть 6 тысяч обращений и не только наших жителей России, из всех регионов, но и иностранцев тоже. Я помню, было несколько человек, обращались, проявили интерес. Настолько он был интересен. Это практически был реальный лифт, о котором так давно говорим, когда талантливый, амбициозный человек, и не обязательно молодой, женщина и мужчина, никакой разницы, исходя из своего профессионализма, исходя из своих знаний, своих амбиций, участвует в конкурсе и побеждает. Или проигрывает на равных условиях. 54 человека прошли из 6 тысяч. Сколько трудоустроено уже? На сегодняшний день 26 трудоустроено. Вот вчера буквально двум пожал руку, один стал министром, другой исполняет обязанности. Но какие это люди? Я вот смотрю сейчас в интернете, они говорят, они вызывают уважение. Это люди, вот крайние, кому я пожал руку, он работал в Дагестане, кстати, 20 лет. Работал в Московской области. Возглавлял лесное хозяйство, это огромная область, там огромные леса, территория огромная. Боролся с пожарами буквально недавно. Хорошо характеризуется. Он участвовал в двух конкурсах. В одном не победил, а в этом прошел и победил. И он ждал, ждал того, чему хотел послужить. И когда появилась вакансия, он приехал и включился в работу. Спасибо, конечно, таким людям. Я надеюсь, что он чувствует эту ответственность. И будет привносить самые современные технологии, которые он освоил там, работая в Московской области. Также у нас целый ряд руководителей. Вот сказали, 500 миллионов, да, 500 миллионов с одного моста. Шелухан Маханович, он работал у нас здесь, министр транспорта. Потом вынужден был идти в федеральное министерство транспорта. Он откликнулся на приглашение, пришел, пересмотрел все эти торги, включил другие нормативные оценочные цифры и показатели. Стал использовать многоразовое применение проекта. В результате мы получили большую экономию. И так по другим направлениям тоже. О привлечении инвестиций в республику говорили годами. Но они так и не приходили в том объеме, в котором их ожидали. Сейчас созданы территории опережающего социально-экономического развития. Что удается сделать в этом плане сейчас? Какие подающие надежды проекты? Те инвестиции, о которых мы говорим, частные инвестиции, они пока и не пришли. Пока не пришли. Но что-то уже есть. Вот был у нас недавно совет инвестиционный наш. На нем мы поддержали проект. Вы, наверное, знаете об этом. Мы открыто работаем. Значит, там более 70 гектар на территории Дребенского района. Наш земляк, кстати, это принцип работы. И вся наша команда управленцев сегодняшний его придерживается. У нас приоритет такой подчеркнутый к дагестанцам. Если даже они и работают в России и в других регионах. Но это дагестанцы. Ну и, в общем, этот проект мы поддержали. Мы его поддержим во всех отношениях. И дальше он себя реализует. 200 рабочих мест постоянных. Около этого сезонных. Это будет круглосуточное мощное тепличное производство. Круглогодичное. Но что самое важное, значит, сам инвестор, он вкладывает туда значительные средства. И он сегодня работает с ритейлом практически всеми крупными представителями Московской области, Центральной России. И мы уверены, что сбыт будет обеспечен. Кстати, он один из первых, кто поставляет соленье вот такую продукцию. И плюс еще, он намерен не только сам выращивать и продавать, но и скупать у сельхозпроизводителей Дагестана. Те излишки, которые имеются, обеспечивают их хранение, переработку того, что не сможет сохранить. И реализацию, соответственно, страны России. Так что это поможет не только ему. Это еще и даст эффект нашим, в том числе и семейным, и личным хозяйствам, которые иногда не могут реализовать свою продукцию. Постопо-стопо-стопо не хватает логистических, транспортных возможностей. То есть это создание бренда, в том числе сделанных в Дагестане в рамках реализации этого проекта? Ну, по поводу бренда у нас уже кое-что есть. Есть дагестанская баранина, неограниченный рынок. Мы сейчас недавно обсуждали. Новый министр видит эти задачи. Скоро у нас будет министр сельского хозяйства Патрушев здесь рассматривать эти вопросы. Мы их пока так, в общем, доложили в Москве. Потом он направил сюда специалистов, они глубоко изучили. Мы хотим сейчас целый ряд таких конкретных проектов. Они не столь масштабные, но они очень эффективны. Они эффективны по точному приложению. Знаете, как точный удар. Вот здесь тоже. Ну, допустим, там у нас есть возможность 400 метров нужно сделать обводной канал, истерика. И тогда наши чеки, кизлярские, рисовые, а рис кизлярские пользуются спросом, знают об этом не только до дистанции уже. Они могут давать от 10 до 16 центнеров больше риса. Потому что вот те два дня, которые каждую неделю в мае и июне перекрывают воду истерика в связи с пропуском рыбы на нерис, мы их просто уберем. И будет поступать вода постоянно. А это дает такой эффект. И вот таких есть немало точек предложений, когда мы можем небольшие средства точно приложить и получить такой мощный эффект, который сразу же нам даст, и в первую очередь, валютную продукцию. Вот мы недавно вручили награды нашим ученым, медикам, которые открыли вакцины против болезни овец. Это очень важно. Потому что сегодня наши овцы – это один из значительных валютных поступлений. И чем больше мы будем реализовывать товарного мяса баранин, тем больше будет валюта поступать. Будут богаче сириане, будет богаче Дагестан. Спасибо. Спасибо за беседу. Успехов вам. Саим. Объем налоговых сборов в Дагестане увеличился за полгода на 2,5 миллиарда рублей. Так, в первом полугодии текущего года налоговыми органами республики в бюджетную систему мобилизовано более 30 миллиардов. Поступления в бюджет Дагестана составили 15 миллиардов рублей. Из них в бюджеты муниципальных районов и городских округов – 4 миллиарда рублей. Дагестанским почтальонам повысят зарплату. Об этом сообщил директор республиканского филиала Почты России Махач Магомедов. По его словам, зарплата увеличится более чем у 2,5 тысяч работников. В их числе почтальоны, операторы, начальники почтовых отделений и их заместители. Повышение планируется в среднем на 20%. Напомним, программа по повышению заработных плат предполагает поэтапную реализацию. Первый этап стартовал в мае текущего года в 17 регионах страны. Республика Дагестан включена во второй этап, который стартует в ноябре. Иностранные туристы стали чаще приезжать в Дагестан. Один из дирбенских хостелов с начала летнего сезона принял гостей из десятка стран мира. Турист из Нидерландов Йост-Смец приехал в Дирбент вместе со своей семьей, женой Евой и двумя детьми. Он рассказал, что главная цель его путешествия – изучение истории разных стран и знакомства с людьми. В древнем городе он смог увидеть много исторических мест и хороших доброжелательных людей. Голландские туристы также успели побывать в Гунипском районе и в заброшенном аулигам Сутль. Сейчас Йост с семьей держит путь на песчаный бархан Сарыкум и в Сулакский ганьон. Отметим, в прошлом году только в Дирбенте побывало почти 90 тысяч туристов. И к другим темам. Врачи перинатального центра провели уникальную операцию по переливанию донорской крови ребенку еще до рождения. Здоровая мама вместе с малышом отправились домой уже на следующий день. Современный подход и новые методики теперь позволяют не выезжать за пределы республики тем, кто нуждается в высокотехнологичной помощи. Луиза Раджабова поговорила с врачами и узнала, в чем состоит уникальность операции. Теперь это слезы радости. О том, что маленькая Ася может и не выжить жительница Хунзахского района, Аминат узнала сразу. Она уже сталкивалась с проблемой резус-конфликтной беременности. Еще в утробе на 26-й неделе у девочки выявили гемолитическую болезнь. Итог патологии – гибель плода. Чтобы спасти жизнь, нужно было срочное вмешательство врачей. Мы сказали, что надо делать. Пришлось нам четыре раза даже это переливание сделать внутриутробное. Хочу поблагодарить Эльвирю Марпашаевну. Она нам сделала это переливание, помогла нам. Но в данный момент чувствуем себя очень хорошо. Быть первой всегда нелегко. Благодаря молодому врачу Эльвире впервые в республике проведена операция по внутриутробному переливанию крови. Теперь у перинатального центра еще больше возможностей. Приезжали пациенты, которым нужно оказать эту помощь, которые не имели материальной возможности, какой-то проблемы с семьей и не могли поехать за пределы Дагестана. И получалось так, что ребенок, которого можно спасти, такие дети погибали, у них не было шанса вообще. И учитывая эту ситуацию, решила попробовать начать делать эти операции у нас. Начальство меня тоже поддержало в этом плане. Уникальная для республики методика работает безотказно. Сейчас ребенок чувствует себя прекрасно. Дома сестру ждут два брата. Если у женщины резус отрицательной крови, а ребенок наследует резус положительный от отца, очень часто в организме у женщины образуются антитела к собственному ребенку, которые могут приводить к отторжению этого ребеночка. Обычно у ребенка развивается гемолитическая болезнь плода за счет разрушения собственных эритроцитов. И спасением в таких случаях остается уникальная процедура внутриутробного переливания крови к плоду. Чем раньше мать обратится за помощью, тем больше шансов на спасение и рождение здорового ребенка. Республиканский перинатальный центр и дальше намерен внедрять новые технологии и методики в своей работе. Луиза Раджабова, Нурмакомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Махачкалинцы смогут сдавать бумагу и пластик за деньги. Об этом сообщает Минприрода республики. В столице будут установлены эко-пункты, куда горожане будут сдавать пластик, жестяные банки, стекло, бумагу и при этом получать деньги. Проект будет реализован до конца августа. Подобное разделение мусора позволит подвергать некоторые отходы переработке, что предупредит загрязнение окружающей среды и мотивирует население следить за чистотой в городе. Дагестанские школьники вернулись с победой из Москвы. Там завершилась Российская Олимпиада по конному спорту. Она проводится среди детей с особенностями интеллектуального развития. Воспитанники школы «Джигит» Арсен Гасанов и Амир Магомедов привезли в республику 4 медали – одну золотую, одну серебряную и две бронзовые. О том, как юные наездники достигли успеха и какую роль сыграл в их жизни иконный спорт – в сюжете Падемат Ханаповой. Эти юные всадники ничем не отличаются от своих коллег, как профессиональные спортсмены, а порой и старательные. Они упорно выполняют все упражнения и находят нужный контакт с лошадьми. Подтверждение тому – победа на соревнованиях. Два года еду, и я и был уже привык. Амир – один из призеров Олимпиады. Чтобы добиться таких результатов, он каждый день приезжал на тренировки с мамой из Буйнакска. Родные его признаются. Тогда и подумать не могли, что Амир будет участвовать в соревнованиях. И вот теперь уже упорно готовится выступать на следующих. У мальчика были проблемы, ну, колес был, плоскостопие и задержка развития. Мы стали ходить у нас. Ушел с колес, мы вылечили с колес. Он у меня стал ходить уверенно. И улучшились проблемы с речью. Мы теперь научились читать уверенно и писать. Появился интерес. Лошади для этих детей не просто развлечение. Они выполняют функцию у врачей. Лечат ребят от таких болезней, как ДЦП, сколиоз и аутизм. Школа Джиги – это единственная в республике, где профессионально занимаются ипотерапией. И при этом бесплатно. Таких школ очень мало. И мне очень приятно, что благодаря нашей работе, нашему труду стало такое возможно. На сегодняшний день, за 2019 год, около 100 детей получат курс реабилитации бесплатно. О лечебных свойствах ипотерапии писал еще Гиппократ. А сейчас медики подтверждают. Контакт с лошадьми способствует выздоровлению больного. Ведь верховая езда дает нагрузку почти на все мышцы тела, развивают координацию и улучшают психологическое состояние. Особое внимание нужно уделить снаряжению, поскольку от ее правильности и надежности зависит здоровье и жизнь человека и самой лошади. Поэтому любой всадник должен уметь правильно оседлать лошадь. Ну что же, лошадь готова. Давайте попробуем сесть верхом. В самом начале нужно закинуть назад повод через голову лошади. Садиться нужно обязательно через левую сторону. Закидываем ногу, правую сюда и, в общем, все. Для этих детей оседлать лошадь и сесть на нее верхом самое легкое. А вот уже после идет борьба с собой. В ход идут палки, гимнастические упражнения. Верховой ездой можно заниматься с юных лет. Важно только тщательно подобрать лошади, правильно ее подготовить. Валет. Здесь он самый востребованный, как среди тренеров, так и среди школьников. Это жеребец чистокровной английской породы. Отличается он своим хорошим нравом, быстротой и благородностью. Альминат Шамсудинова вот уже четвертый год тренирует людей с задержкой развития. За это время она успела помочь более ста особенным детям. Привели ее в эту нишу личные обстоятельства. Меня привела в эту деятельность личные обстоятельства. У меня ребенок с особенностями развития. И когда мы искали пути реабилитации и помощи, мы попали в Москву, в реабилитационный центр, где моя дочь тоже получала ипотерапию. Я видела результат, я видела реакцию ребенка, я видела, как это ей помогло. И пришла идея того, что это должно быть здесь, у нас, в стране год, где есть все возможности. Конно-спортивная школа «Джигит» в прошлом году была переведена на баланс государства. Это позволило бесплатно проводить сеансы для особенных детей. Так, в этом году квоту на курсы по ипотерапии получили около ста желающих. Патимат Ханапова, Мусас Алгиреев, новости ННТ, Махачкала. История всего человечества на одном клочке земли. Так можно описать археологические находки в Акушинском районе. Там в ходе исследований ученые обнаружили следы людей из каменного века. Самым древним находкам, к слову, более двух миллионов лет. Что конкретно нашли исследователи в горах Дагестана, узнавали наши коллеги, побывавшие на месте событий. Древнейшая стоянка человечества, объект Мухкай-1. Находимся мы в Акушинском районе. Ученые уже раскопали первый слой земли и установили, что этому орудию труда, которым разрезали, например, кожу древних животных, уже 900 тысяч лет. Бесспорно древнейшие не только на территории Северного Кавказа, но и Евразии. Памятники относятся к каменному веку. Таких археологических объектов, как Мухкай-1 и Мухкай-2, в мире несколько. В толщах 34 слоев земли здесь обнаружены первые орудия труда. Возраст находок более двух миллионов лет. Мы раскапываем стоянки первобытных людей, обитавших здесь от двух миллионов лет назад до 800 тысяч лет тому назад. Памятники, которые мы исследуем, это самые древние вообще в Евразии. Здесь мы обнаруживаем и остатки культуры человека, и остатки животного мира. Мы реконструируем растительный мир, то есть какие здесь росли деревья, какой был ландшафт, какие обитали животные, на которых охотились или не охотились, а добывали каким-то образом. Впервые камни тогда еще неизвестного происхождения были обнаружены при установке телефонной вышки. Они сразу привлекли внимание специалистов. Уже не первый год экспедиция из Москвы помогает рассмотреть деятельность древних людей под руководством Хизри Амирханова. Вот это место мы раскапываем. В частности, нам удалось здесь раскопать, в частности, стоянку, которая приурочена к древнему палеоруслу какой-то реки. Вот, собственно, мы сейчас находимся, можно сказать, на дне уже раскопанного этого русла. И к этому руслу примыкали, вот если посмотрите, вот эти вот участки суглинка, глины. Вот и человек, видимо, когда функционировала вот эта река, он приходил к ней, на берегу вот здесь вот существовал. Ну, жил-не жил мы не знаем, но какая-то деятельность его здесь проходила. Впервые мы на наших памятниках зафиксировали древнее русло реки, которому около 900 тысяч лет назад. И фиксируем деятельность на берегах этой реки, человеческую деятельность в виде обработки камня, изготовления орудий труда. То есть это мы фиксируем реальный уровень обитания человека на берегу небольшого ручья. Недостаточно просто раскопать. Важно зафиксировать все сведения. В этом сезоне многолетнюю работу продолжает и Дарья Стулова. Ее зарисовки помогут для последующих поколений исследователей. Здесь выбрана русло древней реки и по руслу оставлена бровка для того, чтобы понять, как, собственно, располагались свои. То есть вот здесь, например, мы можем видеть протолку с большими камнями, какие-то линзы. Если выбрать это полностью все, будет не видно стратеграфии и четкой картины. Несколько сотен камней, найденные на месте раскопок, имеют сколы, характерные для орудий труда. Готовое орудие в виде режущих, дробящих инструментов изготавливали предпочтительно из хремния. Он легко раскалывается и подается нужной форме. Здесь мы видим, как тщательно готовилось это орудие. В частности, вот эта часть является лезвием этого орудия. Вот эта часть, так называемая пятка. И вот это также части, которые приспосабливались для держания этого орудия. То есть бралось это орудие в руку, допустим, вот так вот. И вот этим вот краем размалывались могли и кости, там орехи, в принципе, и так далее. Каждый сезон археологи обязательно находят что-то интересное. Работы пока много, а это значит, новые открытия еще ждут своего часа. Луиза Раджабова, Магмед Магомедов, новости ННТ, Акушинский район. Праздник Курбан-Байрам уже через неделю. А это значит, что настал месяц Зульхиджа. Один из высокочтимых месяцев мусульман. Особенно ценными являются его первые 10 дней. Как стоит их провести и каким образом подготовиться к Адню Арафа, расскажет Хадижа Курбанова. Один из самых благословенных периодов – первые 10 дней месяца Зульхиджа. Все это время, как и весь месяц, мусульманину следует провести в особом поклонении. В этот период паломники совершают хадж. Но и те, кому не предоставилось возможным посетить святые земли, могут получить немалое вознаграждение от Всевышнего, исполняя определенные заветы. Месяц Зульхиджа – это один из четырех запретных месяцев. И месяц, который является последним месяцем в мусульманском году, и в котором мусульмане со всего мира делают намерение отправиться в хадж, в паломничество святые земли Мекки и Медины. Те люди, которым не предоставилось возможность посетить святые места, они также могут, конечно же, провести этот месяц, и особенно первые 10 дней месяца Зульхиджа, в поклонении, и получить для себя вознаграждение Всевышнего. Значит, одним из первых – это соблюдение поста. Сунный пророк, алейхи салату вассалям, является соблюдением поста. Один из священных дней наступившего месяца – День Арафа, 9 число месяца Зульхиджа, День Большого Хаджа, прощение грехов и освобождение от огня. В хадисах сказано, что вознаграждение за пост в Арафа равно вознаграждению за пост в течение двух лет. В хадисах пророка Мухаммада, алейхи салату вассалям, говорится, что тот, кто соблюдает пост в День Арафа, ему смоются грехи за два года, то есть за предыдущие и за последующие. И есть очень много достоинств, которые ученые рассказывают и приводят относительно этого Дня Арафа. Также желательным действием в этот месяц, и особенно первые 10 дней месяца Зульхиджа, является проводить их в поклонении, в поминании Всевышнего, особенно в чтении такбира. То есть Аллаху Акбар, это вот, будь то на улице, будь то на работе, будь то дома. Завершаются благословенные дни праздником Курбам-Байрам. Пророк мир ему сказал, «Самый великий день – День жертвоприношения». Это один из главных праздников мусульман мира, и, как правило, его проводят по всем установленным религии-канонам. Всевышний одаривает своих любимых рабов особыми днями, дабы они могли увеличить свои благие деяния. Соблюдение всех этих предписаний позволит отдалиться от греховного и стать ближе к Господу. Хадижа Курбанова, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья! Редактор субтитров А.Семкин